Серёжа, там мамочка. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Субтитры создавал DimaTorzok Добрый вечер! Добрый вечер! Служба создана в 2014 году постановой Кабинета Министров 416 от 10 сентября. Служба работает фактически чуть больше двух лет. Деньги откуда берёт? Мы государственная служба, деньги идут из государственного бюджета по государственным программам, которые работают по всей территории Украины. На сегодняшний день представители службы есть во всех регионах. Организовано пять округов, каждый из которых охватывает несколько областей. В данном случае я руководитель восточного отдела, который охватывает пять восточных областей. Сколько всего сотрудников в службе? Количественно. Сколько сотрудников в службе? У нас в отделе в нашем восточном 10 сотрудников. А совокупно по стране получается 50. Правильно я понимаю? Всего по службе с учётом территориальных органов 124 человека. Вдвое больше. Отлично. Сколько денег служба стоит нашему государству? Смотря для какой программы. Хотим подробностей. Какие есть программы? Давайте по порядку. Программы, которые касаются протезирования, программы, которые касаются лечения наших ребят за рубежом, наверное, самые дорогие программы. То есть один протез может стоить до 2 миллионов гривен. Это оплачивает государство. Порядка 64 миллионов было зарезервировано в государственном бюджете под эти программы. На сегодняшний день из всех ребят, которые по-украински называются «втраты функциональной можливости ныжних кинсилок», все ребята отпротезированы по состоянию на 1 января. Те, у кого нет возможности пока протезироваться, то есть не сформированы культи, есть какие-то медицинские противопоказания, они просто ждут своей очереди, но, поверьте, о них не забыли. Те ребята, которые получили ампутации в этом году, за ними очень плотный контроль. Один из таких ребят сейчас у нас в Мишниково лежит, мы с ним общаемся ежедневно. И я четко знаю, что как только будет возможность, он поедет за границу, скорее всего, в Америку, там протезироваться. Какие еще программы есть? Программы еще есть по психологической реабилитации, есть программы по санаторно-курортному лечению, в этом году передали на места управления социальной защитой, и программы по трудовой адаптации. То есть вы, ваши сотрудники, это люди, которые, ну, как диспетчеры, так, то есть они встречают бойцов и говорят, вот есть это, 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 и помогают получать эти государственные деньги на разные хорошие вещи, так? Ну, в определенной степени да, но я бы еще так сказал, мы не можем каждого вести за руку, то есть наша задача объяснить, рассказать, а будущий человек... Это такая информационная техподдержка. Да, ну, в том числе, в том числе. Будучи каждого человека в его руках. То есть если человеку насильно заставить быть счастливым, умным и работоспособным, ничего из него не получится. Мне кажется, после того, быть счастливым не так-то просто. Безусловно, но если вернуться сюда и сидеть и ждать, когда за тебя что-то кто-то сделает, абсолютно не работает. А вот скажите, ну, существуют программы, по которым какие-то деньги каким-то образом распределяются на вот улучшение, там, помощь этим бойцам. Так или иначе, вот они впитываются непосредственно в бойцов. А непосредственно сама по себе работа службы, она же тоже финансируется и что-то стоит по году для государства. Какие это деньги? Зарплаты, аренды. Плюс-минус. Не могу сказать. Я не готовился к этому вопросу, да. То есть зарплаты сотрудников – это категория в основном B и V, и категория государственной службы, ну и руководство категория A. В абсолюте, как для семилетних детей? Понятия не имею. Я могу честно признаться за зарплату сотрудника, то есть если зайти, почитать закон про державную службу, там четко расписано категории, сколько каждая категория имеет заработную плату. Ну, а сотрудник категории B имеет диапазон зарплат от и до? Если мне не изменяет память, от 4,5 до 6,5, примерно в этих размерах. А как бы кадрами укомплектовано стопроцентно или испытываете какой-то кадровый недостаток? Есть кадровый недостаток, но регулярно каждый месяц происходят конкурсы, и на конкурсах выбираются те, кто будет работать в службе. А у вас, ну, я знаю, что вы пришли АТО, а другие ваши сотрудники – это тоже ветераны? Практически все сотрудники территориальных органов, все бывшие участники боевых действий. Афган, АТО, или же и Афган, и АТО. И есть люди, которые в миротворческих операциях участвовали. То есть те, кто занимается непосредственно с участниками боевых действий, они сами имели к этому отношение. То есть ребята опытные и понимающие. Да, то есть надо же понимать не только функционал того, что делает служба, а надо немножко понимать мировоззрение тех людей, которые приходят из зоны боевых действий. Быть с ними на одной волне. А вы сами в АТО были, где служили, как там? Я был в батальоне «Донбасс» в первом составе. Ну, до речи, дуже цікавое питание, щодо добровольчих батальонів, адже, ну, буквально наприкінці минулого року областна рада прийняла программу для того, чтобы надати им певный статус. Чи есть сегодня бойцы и добровольцы, мают они статус участников боевых действий, чи мают они эти пильги, которые принадлежат этим участникам? Давайте их поделим, наверное, на две большие категории. То есть первая категория – добровольческие батальоны, которые были в 2014, иногда даже в 2015 году как добровольческие, а потом вошли в состав либо вооружённых сил, либо в Нацгвардию и стали составной частью. Армии. Назовём это так – армии, да. Ну, або же МВД, МВС, як Днепро-1, наприклад. Да, но Днепро-1 практически сразу вошёл. То есть там не настолько ярко выражено это было. То же самое касается Азова. То есть вот у них это быстро получилось, очень плавно перейти. Тот же Донбасс, если брать наш, ну, как бы пример, да, тот же Айдар, в общем, из 37, если мне не изменяет память, добровольческих батальонов. На сегодняшний момент только часть правого сектора, ДУК, не правый сектор, а ДУК. Кстати, давайте не путать эти понятия, потому что правый сектор – это больше политическое движение, а ДУК – это большей частью боевое движение. То есть те ребята, которые воюют. Поэтому, когда вам говорят, что я был в правом секторе, у меня в последнее время возникает вполне закономерный вопрос. В ДУКе или в правом секторе? Да. Интересно. К сожалению, да. Это то, что армия и война показало очень чёткое разделение между политическим движением и защитой страны. Вот. И плюс ОУН. Это тоже не все ребята из ОУНа вошли в сбройный состав. Поэтому те батальоны, которые вошли в состав вооруженных сил, там проще. То есть есть разработанный механизм, как это делать, какие нужны документы, чтобы получить статус. Скажу вам так. По батальону Донбасс последние ребята, у которых не было статуса, в декабре прошлого года получили, наконец-то, заветные корочки. И это решение было принято на всеукраинском уровне, чем на местном уровне? Это всеукраинское решение. А что тогда приняла областная рада? Вы имеете в виду решение по добровольцам, да? Так, так, так. Ну, на сегодняшний момент есть только как бы желание рады каким-то образом, что ли, сделать местный статус для этих ребят. То есть, если мы говорим о... Какая-то расширенная функциональность. Да, то есть у нас есть, ну, назовем это тоже статусом, да, как почетный гражданин города. Вот если эта программа заработает, то для тех ребят, которые не получили всеукраинский статус, это будет своего рода как почетный гражданин, почетный участник боевых действий, ну, вот в рамках нашей области. Ну, смотрите, в материальном смысле, что это дает? Просто, там, респект и уважуху, или есть какая-то действительно из этого практическая выгода? Ну, я надеюсь, что будет подтверждено это такими-то бюджетными деньгами. То есть, нельзя же принять программу, чтобы она просто висела в воздухе. Она должна быть реально чем-то подкреплена. Какая-то бюджетная программа, бюджетная в рамках бюджета области. А давайте коротенько, вот эта вот национальная программа, которая дает эти статусы, что эти статусы вообще собой представляют? Какие появляются возможности? Вы имеете в виду статус участника боевых действий? Так, ну, я кипильгие. Ну, давайте так. У нас есть четыре статуса. Есть участники боевых действий, есть инвалиды войны, есть особые, на которых расповсюджится, деятцы у закону. Если мы говорим кратко, это семьи погибших. И есть, вот в последнее время, участники войны. Участник боевых действий, участники войны, это разные статусы? Немножко разные вещи. То есть, если мы говорим о люготах коммунальных, то жилищно-коммунальные услуги для инвалидов войны 100% льготные, для участников боевых действий 75%, для участников войны и семей погибших это 50% льготы. Если мы говорим о люготах, это не значит, что вот вся коротплата или весь газ, который мы выпалили, нам на это будет люгота. У нас есть определенные объемы, на которые распространяются эти пильги. То есть, есть квотированный объем потребления люгот, который есть у каждого гражданина Украины. Вот на этот квотированный объем и распространяется пильга. Если я включу газ в квартире, он у меня будет гореть круглосуточно, я наполю, естественно, больше. Это в том случае, если у вас еще чем. Да, тут уже мы сейчас с вами залезем очень глубоко. Отдельная совершенно тема. Окей, квартплатой и коммуналкой понятно. Какие еще появляются возможности? Проезды местные, внутриобластные, межобластные и всеукраинские. Санаторно-курортное лечение, обеспечение лекарствами. То есть, все то, что прописано в статье 12 закона Украины про статус ветерана вины. Окей, а тот статус, за который борется или заявляет, декларирует его обл. рада, он несколько иной будет? То есть, он будет какими-то другими деньгами подкреплен? Если это будет подкреплено в том же объеме, как дает нам закон про статус ветерана вины, замечательно. Хотя бы в таком объеме мы сможем этих ребят поддержать. Ведь смотрите, сегодня... Но тем больше, что их не много, так? Да, осталось их немного. И за прошлый год, помните, Маринский автобус правого сектора? Вот ребята, которые были расстреляны в автобусе под Маринкой. Практически все семьи получили статус семьи погибшего, либо инвалида войны. Несколько ребят, которые получили ранения, но не получили инвалидность. Мы сейчас внесли наши пропозиции, чтобы те ребята, которые были в добровольских батальонах, получили ранения. Но эти ранения не дотягивают до инвалидности. Чтобы они так же, как военнослужащие, получали процент втраты процедатности. И за счет этого тоже получали государственные выплаты. То есть, ваше завдание яке? Если человек пришел из фронта, то она должна прийти к вас и узнать, что ей принадлежит. Да. В связи с этим я вот тогда презентую. Вот у нас есть такая памятка. Где взять сразу такую можно? Сейчас все расскажем. Называется памятка участники ВТО. Она разработана совместно и нашей службой, и юридичной сотней, и Министерством обороны. Здесь собраны, скажем так, все шаги для военнослужащего от момента мобилизации и заканчивая демобилизацией, статусами, возможностью получения и всеми пошаговыми действиями, которые есть. Причем все, ну скажем так, все в картинках. Вот тот случай, когда не надо очень много читать, все четко расписано, показано уставные отношения, порядок отрывания статусов. Ну, одним словом, невероятно полезный документ, который следует любому участнику изучить. На сегодняшний момент это можно получить у нас в службе, это можно получить в центрах безоплатной правовой допомоги, это при Министерстве юстиции есть 80 центров, в которых оказывается бесплатная правовая помощь, в том числе участникам АТО. Давайте так, куди идти до вас? Или звонить, или адрес в интернете, что-нибудь, как вас искать? Нас искать следующим образом. Находимся мы по улице Комсомольской, 52, кабинет 211, второй этаж. В этом же здании находятся центры безоплатной правовой допомоги на первом и на третьем этаже. То есть, если есть вопросы, в которых мы неправомощны, да, то есть обращение в суды, написание каких-то заявлений и так далее, мы всегда работаем очень плотно с центрами и через них это можно сделать. То есть, человек, который демобилизировался, она до вас приходит и она может получать и порады о получении статуса участника боевых действий, так? Абсолютно верно. И про то, что какие-то хорошие вещи от государства она может получать, так? Да, ведь смотрите, не секрет, что не все ребята, которые вернулись на дембель, они вернулись с полным пакетом документов. У кого-то нет статуса, у кого-то нет фенатистата, у кого нет еще каких-то документов, подтверждающих, например, ранение или перевод из одной части в другую. Соответственно, они обращаются к нам с этими вопросами и мы помогаем их решать дальше. В нашей области можно обратиться, то есть, если человек, например, из Кривого Рога или из Павлограда, она может до вас ехать в Дніпро? Может достаточно позвонить. На сегодняшний момент мы делаем горячую линию, она будет круглосуточная, бесплатная. Ее пока нет? Вы номер не можете назвать? Могу. Пока это будет номер 067-631-3504. Есть в Фейсбуке страничка, горячая линия для участников АТО, социальная допомога участникам АТО. Там есть эти номера телефонов и я думаю, что с первого числа она начнет работать. Круглосуточно. Какой-нибудь сайт, может быть, есть в интернете? Есть, мы же его находили. Мы поставим линк, но так его телебачение не очень удобно называть. Это только начинается. Это наша инициатива, которую мы пытаемся протолкнуть, чтобы она дальше работала. Вот эта горячая линия, это такая эксклюзивная для Схидного отделения? Она будет всеукраинская. Или это такая по всей стране? Пока здесь. Пока здесь по области. Я думаю, что дальше мы попробуем, как это здесь поработает. Ну, как обычно, на Дніпре поэкспериментируем. И если это будет работать хорошо и правильно, это дальше пойдет. То есть Дніпро, как всегда, поперед всех. Да. Ну, на самом деле, горячие линии есть у многих организаций. То есть в Центре допомоги АТО есть горячая линия, да. Есть горячая линия в администрации и так далее. Но вот те вопросы, которые касаются нюансов, да, я думаю, что их надо решать ежедневно. И в любом случае, учитывая, что мне все равно звонят круглосуточно, да, мы решили, что надо ее сделать. Что это очень целесообразно. Потому что, например, вчера, элементарный случай, приходит женщина с документами. У нее супруг погиб, точнее не погиб, а умер после того, как его забрали из зоны АТО. Но проблема в том, что он был военнослужащий, который охранял Державную специальную службу транспорта. И финнатистат им давал Державная специальная служба транспорта. То есть он как бы военнослужащий, с одной стороны. С другой стороны, им платят миноинфраструктуры. Соответственно, надо решить, кто же будет ей давать единоразовую выплату. Кто будет ее насчитывать, кто будет финансировать. Ну, непросто. Нетривиально все. Да. И вот таких вопросов каждый день возникает достаточно много. Поэтому мы решили сделать эту горячую линию, чтобы человек, который позвонил, знал либо куда прийти с пакетом документов, чтобы мы его могли просмотреть. Либо сразу же иметь возможность дать ему ответ. Что делать? Куда идти? Куда обращаться? До речи, в разных местах, ну я знаю, что там у Дніпрі своя, есть программа поддержки бойцов АТО, в других местах ее нет. Не знаю. Как вот эти региональные какие-то особенности вы враховываете? Ну, смотрите, я могу сказать огромное спасибо региональной программе «Родина героя», если вы знаете про такое. Это МИСКОЙ РАДИ ДНІПР, да? Да. Это Городского совета. Программа, которая работает с 2014 года, программа, благодаря которой те же ЖКХ услуги, погашаются не в 75%, а в 100%. Вот тот кусочек 25% за счет городского бюджета доплачивается. То есть это уже как минимум там лишние 200-300 гривен в месяц для семьи плюс. Наши дети питаются в школах бесплатно. Это тоже огромный плюс. И вот таких по 200-300 гривен в месяц может набраться, ну не знаю, ну тысяча-полторы как минимум. То есть это только в Дніпре такое? Или в других местах? Есть в других местах, но это пока не всеукраинская программа. Вы, ну, если до вас вертаются люди из всей области, то есть вы знаете эти региональные особенности и тоже можете сказать, ну, это же МИСКОЙ РАДИ, она же не с доброго дива там начнет погашать человеку комуналку. Ну да, смотрите, очень такой печальный пример, да? Человек живет в Юбилейном, а через улицу город уже. То есть город Дніпропетровск отделяется от села Юбилейного, всего лишь улицей. Вот ребята, которые живут на одной стороне улицы, получают эти льготы. Ребята, которые живут на другой стороне улицы, не получают эти льготы. Печально? Ну вот. Да, все зависит от местной влады. Еще одно очень больное вопрос, там даже люди и прокуратуру подкатывают, и так далее. Иначе это земля. Земля, которую должны получать участники АТО. Как это решается, вот как вам кажется? Бо много мы про это пытались описать, и так и не понимали. Чи-то чиновники крадут, чи-то бейцы, ту, блядь, извиняйте, хто, чому, чему? Там 151 проблема. То они говорят о том, что земля выделена, вторая сторона отвечает, ну да, выделена там, где-то, на Касагоре, в кустах, сами туда и поезжайте. Есть ли какой-то опыт, вот вы все это, может быть, сопровождали? А чиновники говорят, да, то бейцы сами ничего не делают, документы не оформляют, не приходят, и воно все иде, боже на как. Ну, давайте, опять же, разобьем это на несколько этапов. Первый этап. У нас работает единое окно, которое занимается земельными вопросами для участников АТО. Мы сейчас про область говорим? Да, про область. Это для всей области. Там же находится рядом с нами, на Комсомольской 52, на втором этаже. Вот. Можно прийти, посмотреть выкопировки с районов, выбрать тот участок земли, где тебе хочется взять землю, и написать туда заявку. По месту все расскажут, все покажут, вопросов нет. То есть, с документами вопрос решен. Надо принести копию паспорта кода, копию УБД и написать по месту заявление. Это сложно? Нет. Чего люди заливают? А чего тогда они возмущаются? Теперь второй вопрос. Смотрите, допустим, мы с вами пришли из АТО. Ну, допустим, я с кем-то пришел из АТО. Мы приходим, приносим заявление и говорим, хотим землю. Хорошо, на. Ты получил свои 2 гектара. Что ты будешь с ними дальше делать? Вот у меня вопрос ко всем. Буквально ко всем 100% ребят. Что вы будете делать с этой землей? Вы со своей тяпкой 2 раза в неделю будете ездить за 20 километров и ее обрабатывать? Да. 2 гектара – это много. Ну, речь идет, вероятно, о тех участках, которые поближе к городу находятся и у которых целевое назначение там не... Но количество их ведь тоже небезмежно. Ну, тем не менее, это неплохая опция, наверное, получить свои 10 соток в городской черте и построить, например, когда-нибудь... 10 соток под строительство и 2 гектара по сейфу с назначением. Это разные вещи, но 10 соток под строительство, они тоже положены, насколько я понимаю. Да. И не только им положены, всем, каждому гражданину Украины. Ну, предположим, отожди, как говорится с какими-то преференциями. Получают ли они вообще, строят ли и дают ли мы эту землю? Потому что там, на самом деле, насколько я понимаю, одна из проблем была, ну, то есть, вот хочется получить, в городе отвечают, извиняйте, ребята, земли в городе нет. Идите поищите, может, что-то найдете, а так-то нет. Правильно. Но вопрос какой? А зачем? Ну, вот я, допустим, не бы грузить с землей, потому что у меня в отношении земли руки выросли не из плечей. Ну, это всякое бывает. Не, ну, мораторий же колись снимут, и же можно будет продать. Тоже, в принципе, способ капитализировать какие-то вещи. Как один из вариантов. Поэтому я и не тороплюсь. Вот, где будет, там и будет. Но, с другой стороны, есть... Так ничего не залишится, все разберут. Принципы на всех, если хватает. Есть другое предложение. Смотрите, почему бы участникам боевых действий в каждом районе не собраться вместе, ведь достаточно общественных организаций, участников АТО, и определиться, что, ребята, давайте мы все вместе собираемся, делаем общую заявку, и на какой-то большой кусок земли делаем эту общую заявку. Тот из нас, из там 20, 40, 100 человек, кто умеет, знает как, хочет заниматься сельским хозяйством, будет заниматься этим, ну, назовем его, сельскохозяйственным кооперативом. Как вариант? Такая великая фермерская господарство. Да, в Израиле работает, в Испании работает, работает, в Германии, Франции, в Штатах, везде это работает. Такой кибуц построено. Обычный кибуц, да, ну, это называется кибуц в Израиле. Кто мешает здесь такое сделать? Зачем далеко ходить? Хорваты. Работает? Ну, отлично. А есть ли опыт? Что-то начало получаться или нет? Потому что, ну, из того, что видно из погреба, обычным пересеченным гражданам, да, я думаю, что многим участникам МТО, ничего не выходит, ничего не взлетает. Давайте вот, как только у нас будет законченный какой-то вот такой шаг, да, то есть мы сделали первые шаги, как только мы что-то сделаем, что нам уже будет показать, вот тогда мы придем и сделаем, может, даже отдельную программу, покажем, как это делается и как это работает. Ну, чекаемо на це, але зараз... Ну, я же говорю, это была идея, мы ее немножко там между собой выстрадали, пошумели, пообговаривали. Но это она зараз не лише в вашей голове, уже вы что-то делаете для ее реализации. Да, мы уже делаем, мы уже сделали первые шаги, уже есть заявки, уже есть, ну, как это, первые шаги, как это работает. То есть, бейцы, кто хочет до этого кибуцу приедать, обратиться к вам, телефоновать на эту горячую линию, так? Можно и так, но при условии, что, опять же, мы сможем найти достаточно большие куски земли, чтобы их можно было использовать под эту программу. А воно есть такая? Физически, да, юридически мы не можем получить эту информацию. Когда началась новая, большая, интересная тема, на жаль, час нашей передачи майже вычерпался. И у вас остается одна хвилина, хвилина славы, пожалуйста, на эту камеру, расскажите на всю область, все, что вы хотите. Непосредственно к бойцам выдайте инструкцию, как они действуют дальше. Я не думаю, что это будет минута славы, я хочу сказать следующее. Учитесь, работайте, берите себя в руки, забудьте о том, что есть какой-то ПТСР и все подобное. Ваша жизнь в ваших руках. Если вам нужна помощь, вам всегда помогут. Находите друзей, находите побратымов, которые хотят быть рядом, которые вам всегда помогут, поддержат плечо, подставят. И которые будут рядом не только ближайший день-два, а которые будут рядом идти всю свою жизнь. Тогда никто не сможет ни вас переломить, ни изменить вашу жизнь, ни говорить вам, что делать и куда идти. Не будьте стадом, будьте людьми, человеками. И все будет замечательно. Щиро вам дякуймо. Сьогодні наш гість, керівник Схидного межрегионального отделения Державної службы у справах ветеранів войны и участников АТО Олексій Корч. Сергей Шишкин, Ольга Полій. До новых встреч. До побачення. До свидания. Спасибо, что пришли. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok